Всем привет, ребят! Я уже пришла на работу, что-то я жестко не выспалась. Я даже слышу, что голос такой очень, очень невыспанный. Что вам сказать? Ну, из-за вчерашнего уже все знают, все смотрели, ну, тут слов нету. И мне понравилось, как в одном паблике человек, ну, администратор, наверное, я не знаю, написал пост. Но это надо его полностью читать, потому что он передал, знаете, все эмоции всех людей, вот просто он их сказал. Вот то, что сейчас ощущаем по поводу того, что после каждого обстрела, даже если нет каких-то глобальных разрушений, все равно, знаете, такое ощущение, как после этого всего нужно восстанавливаться. Это тоже влияет и на психологическое состояние. И, не знаю, я просто так морально устала, что оно получается и физически, и морально, да? И просто нет сил из-за того, что сегодня, допустим, ночью были очень громкие взрывы. Но я их проспала. Обычно я, когда громкие взрывы, ладно, я могу, наверное, проспать один. Может быть, какие-то негромкие, но если громкие, их было штуки три, наверное, ну, как пишут, как рассказывают. А я их проспала просто, представляете? Ну, это хорошо, с одной стороны, но с другой не очень, потому что это, получается, ты настолько уже обессилен и физически, и морально, что ты просто спишь, да, уже система тебе говорит error, error, ну, то есть уже не знаю, чем себя отвлекать и что вообще делать. Понятное дело, что есть варианты, но все мы о них знаем. Не знаю, ребят, устала, как и все вы, и надеюсь, что все, все-таки как-то уладится, что все станет лучше. Но, не знаю, ребят, мы пока держимся. Всем оптимизма и выдержки, но это, конечно, очень-очень сложно. А я, знаете, что, уже аж лицо какое-то так, решила пойти все-таки купить кофе. Да, ребят, опять о кофе, но кофе хоть как-то, хоть на минутку можно расслабиться. Ну, и про кофе я могу сказать, что он реально как-то действует. Раньше я вообще этого не замечала и пила его просто, что мне нравится вкус, да. Не для бодрости, я могла его выпить на ночь, мне вообще было пофигу, да. То есть он на меня никак не действовал, кроме как вкуса, ну, в основном. А сейчас я понимаю, да, что иногда его выпьешь, и у тебя появляется больше реально энергии. И ты когда как весь выжатый такой ходишь, лимон, ничего не хочется, ты можешь выпить чашечку кофе. И на несколько минут ты можешь вот так вот побегать и немножко порадоваться. Вот, я вспоминаю просто даже эту ситуацию, я уже рассказывала из Германии, что тоже далеко очень не шли, устали. Но выпили... Господи, опять какие-то бешеные собачки. Выпила чашку капучино, и хоть на минутку, знаете, и настроение улучшилось, и тебе энергии. Ты вот такой идешь, да, эти скрюченные, а потом ты такой энергичный, и бежишь, типа все тебе нравится, такой веселый. Ну, хоть на какой-то моментик. Ой, ребят, просто мне вот эта вот фигня, которая выскакивает, когда тревога или когда отбой тревоги, она мне просто закрывает видео, то есть останавливает запись видео. Это меня так раздражает, потому что потом его надо монтировать. Вот иногда можно снять видео не монтировать, да, снимаешь видео и монтируешь. В общем, ребят, что еще хотела сказать? А, я тоже позавчера ночью тоже были какие-то взрывы в нашем районе, я тоже их проспала. То есть, ну, это небывалое событие, да, я постоянно проспаюсь, даже если не надо, да, если это какой-то взрыв, это просто буря эмоций. А сейчас я не знаю, что. Не знаю. В общем, хотела еще показать кое-что. Валерия для вас в основном. Вы просили, какие ароматы мне нравятся. Но у меня, в принципе, немного ароматов. Дома я уже, по-моему, когда-то показывала, ну, домашние мои ароматы. Покажу сейчас то, что у нас тут мне нравится. Это вот такой вот Эвиданс. Вот так он выглядит. Он цветочный. Но вы понимаете, что эти ароматы, они все более такой растительного происхождения. И у них более такой растительный аромат. Но они очень классные. Я не знаю, по-моему, эти самые лучшие из всех, которые были. Потому что и фруктовый такой нежный у них, и персиковый аромат, и жасмин. Но жасмин я не люблю. Мне вот нравится, что тут преобладает такой фруктовый именно аромат. Персика, сладкий, сочный. Он и, ну, средней стойкости. Короче, классный аромат. Так, еще вот такой вот свежий натюрель. Ну, его, наверное, вы все знаете. Свежий, нейтральный. Он и не то, что такой, знаете, горький, растительный, травяной. А он такой, как морская волна. И в то же время он не... Он такой немножко со сладостью. То есть такой нейтральный, очень приятный и очень... Короче, он аналог какого-то крутого парфюма. Я никак не могу запомнить его название. Вот. Так, и новые ароматы, которые мне тоже очень понравились. Вот такие вот. Ну, я так вам маленький покажу. Это с лимоном и мандарином. Он обалденный. Это ароматы новые. И больше направлены на душевное состояние человека. На его какую-то гармонию с самим собой. Равновесие. То есть этот первый для энергии. Второй у нас для комфорта. Но он мне не очень, если честно, не буду вам показывать. И вот такой вот с лавандой. Это просто бомба. Просто классный. Лаванда и древесные такие ноты. Но я бы не сказала, мне все равно он фруктами какими-то отдает. А сегодня у меня мой любимый аромат Бруно Банани. Все равно за него скажу. Покупала его и в Польше стик твердый. И в Германии уже покупала полноразмерную версию. Бруно Банани, не помню, блин. Или Dangerous Woman. Или другое название. Но он такой в сиреневой красивой упаковке. Очень красивый такой цвет. Тут тоже такого нет, чтобы показать. Ну, в общем, вы поняли, да? В принципе, там, по-моему, не сильно большой разлет ароматов Бруно Банани. Но вот такие мне нравятся. А сейчас, блин, отбой. А мне нужно идти за кофе, ребят. Вот это я с вами заговорилась. Ну, у нас с утра, в принципе, людей не особо-то много. И думаю, тут магазинчик рядом я успею. Никого, наверное, скорее всего, не будет. Так что, ребят, идемте со мной. Пойдемте со мной. Так, чтобы мне не было скучно, я вообще не люблю ходить сама. Но, кстати, когда в Германии я начала ходить, то, в принципе, какое-то время я вообще начала сама ходить. И, в принципе, меня все устраивало. Собак так нет. В принципе, не страшно. И я вот ходила сама. И даже как-то релаксовала, не знаю. И нормально мне было, и весело. В общем, ребят, купила уже капучино. Тут у нас рядом кафешка, и в ней музыка. Представляете, я вчера иду, а там музыка та, которая у меня стоит на телефоне. И прям тот момент, когда у меня идет звонок. Представляете? Это я стремнулась. Такая, что? Что здесь? Короче, ребят, уже прибежала. Представляете? Бежала же я в отбой. Прихожу в магазин. Это буквально пять минут. И тревога. То есть, капец. Можно было не спешить. Вот, а музыка, если вам интересно, на телефоне у меня сейчас стоит Midnight City. А трек, а хрен его знает, как он называется. Короче, смотрели вы фильм «Тепло наших тел». Очень старый фильм про зомбиков таких классных. Там, помните? Такой веселый комедийный фильм. Кто знает, как хорошо. Если не смотрели, посмотрите. «Тепло наших тел». Это вы просто немножечко отвлечетесь от этой всей ситуации. Вот, советую вам. Ну, вы представляете? И там как раз вот этот вот припев, да, момент. Там просто музыка. И как раз вот это она играла в этом, господи, в кафешке. Короче, ребят, очень хочется вам рассказать что-то другое, кроме этих дурацких тревог и взрывов. В общем, ребят, не выдержала. Кусочек вам песни поставила. Кстати, Дмитрий, как вам? Я помню, что вы как раз по музыке. Мне кажется, очень интересная такая песня. И фильм обязательно тоже посмотрите. Ребят, будем работать. Будем пить кофе. Сегодня капучино. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok